Всем привет, ребят! Это у нас Fortnite на Nintendo Switch. Unreal Engine 5.1. Многие просили отснять видео, как на Switch. Теперь работает Fortnite. Как бы обновили движок, много чего добавили, функции интересных, ну и многие игровые моменты улучшились. Ну и давайте. Fortnite на Nintendo Switch буду использовать Pro Controller. Не обычный из двух Joy-Con, а именно Pro Controller на Nintendo Switch. Ладно, давайте запустим, ну и, собственно, поиграем, да и посмотрим вообще, есть ли какие-то улучшения, стало ли лучше, стало ли хуже. Что по картинке, что по FPS, да и вообще, как оно играется. Сразу же скажу, здесь разрешение 880p в док-станции, потому что я сейчас играю в док-станции, по-другому никак не отснять. Можно, конечно, было с телефона, в портативе, если вы хотите так увидеть, я могу тоже отснять. Вот, в док-станции 880p, 30 кадров в секунду. И также в портативе 660p и 30 кадров. Да, там чуть меньше разрешения, чем 720p. Здесь почти 900p, то есть в док-станции 880p. Все, мы уже в самом меню игры. Давайте, вы знаете, что посмотрим. Да, это все то же самое. Вообще, касаемо меню. У нас здесь изменилось в самом меню то, что у нас нет заднего фона. По сравнению с основными консолями, к примеру, ну или же к ПК-версии. Боевый пропуск, состязания, шкафчик, магазин предметов, карьера и баксы. Все то же самое, как и на стационарных консолях, ну на больших консолях и на ПК. Давайте в одиночку, нулевая высота, поехали. Играем. Это у меня, получается, персонаж Гвен Паук. Вот, так что ждем. Загрузки не очень-то долго ищется. Довольно-таки быстро даже ищется игра. Буквально там 20 секунд даже, вот видите, уже быстрее нашло игру. Очень быстро. Да, какие-то здесь текстуры, низкий, средний, здесь ничего нельзя настроить. Но сейчас я вам уже в самой игре покажу настройки, что по управлению. У меня гироскоп включен. По стандарту это очень удобно, если честно, играть на свиче с гироскопом. Потому что ты тоже самый снайперской винтовки, ты с помощью геймпада вот так вот можешь прицелиться. Это удобненько, это приятно, это необычно. По сравнению с тем же самым Xbox, это какая-то новинка в геймплее. Это уже было до этого, но это просто так вам сказал, к слову, да. Разрушаемость теперь у нас благодаря Unreal Engine 5.1 стала получше. То есть не просто так ломается и разрушается, исчезает. У нас, к примеру, камень разлетается в щепки, в каменные дерево, в деревянные щепки и тому подобное. Это на самом деле прикольно, необычно и приятно, если честно. Unreal Engine 5.1 все-таки. Да, графика вот, как бы вы можете видеть, играя на 2К мониторе. Если хотите, я ссылочку обязательно оставлю в описании, в закрепленном комментарии, на чем я играл именно касаемо монитора. Да, полетели, все. Вибрация приятна, вибрация приятна. Ну, видно, что у нас прям, ну так, пиксельно немножечко, моментами. Так, 880 пи. Ладно, давайте прыгнем здесь. Полетели здесь? Да. Как бы вот такой дым. В верхнем правом углу вы можете увидеть возле карты FPS. То есть максимально просел до 22 кадров в секунду. Если прямо вот так вот делаешь, то 25, 27. Ну, здесь лог в 30 кадров. Больше ты не можешь, меньше можешь. Да. Здесь все плюс-минус. Осталось на том же уровне, что и было до этого. То есть могут быть микрофрезы, могут быть падения в FPS. То есть это, наверное, самое печальное, что может быть в версии на Switch. Единственное, что у меня отталкивает, когда я играю на Switch, это падение дропа в FPS. Не знаю. Ну, а так, задание по выполнению, где-то попроходить что-то. Можно. Можно на Switch. Так, это мы съели. Да, можно, кстати, полностью съесть. Сейчас мы себе броню пополним. Давай еще одну съедаем. Да. У нас куст кончился. Этот куст. Вот, дополнение какие-то кусты появились, с помощью которых ты, если ты употребляешься, употребляющих, у тебя выносливость, которая у тебя над шкалой здоровья, она не иссякает так быстро. Она дольше держится. Довольно-таки дольше держится. Как видите, 24 кадра минимальное, 33 максимальное. Да, по поводу камней. Давайте покажу, как это все разрушается. Да. Нет. Видите, как бы, когда-то камни разрушаются, когда-то нет. Но вот, касаемо деревьев, это все нормально. Паркур добавили через препятствия. Ты можешь теперь перепрыгивать автоматически. Тебе ничего не нужно нажимать. Ну, как бы, вот, видите, вот на такие вот щепочки разлетается. И, ну, раз камень разлетается, и, ну, раз нет. Это, наверное, от камня, скорее всего, зависит. Вибрация классная, слушай. Я играю на проб геймпаде, как бы, возможно, из-за этого такая вибрация на геймпаде. Но, вот, поверьте мне, даже на обычных джойконах у вас будет не хуже вибрация, чем здесь. Броню, кстати, мне не снял. Но это, скорее всего, был бот. Пусты покажу, как разлетаются. Ну, то есть вот так вот. Давай попробуем его убить. Ну, удобненько, удобненько. Даже на свече ты можешь это делать. Да, вот как раз-таки в нижнем правом, даже в центре справа, вы увидите такой индикатор. Якобы в виде телепорта. Это у нас улучшение. Так, давай мы, наверное, возьмем. Пусть у нас будет дробовик этот. Мы вот так вот сделаем, этот выкинем. Да. И вот у нас улучшение. Можно перезарядка на бегу сделать. Кстати, у меня в первый раз такое. То есть открыто, видите, новое. Или на вороты. Когда в любой транспорт ты будешь садиться, у тебя сразу максимально будет прокача. Ну, давай перезарядка на бегу. Это прикольно, кстати, да. Заметное улучшение. То есть, если ты захочешь, ты в момент бега будешь перезаряжаться. Это прикольно. Сейчас мы это, кстати, и проверим. Так, давай мы выстрелим. Раз, два. Давай побежали. И перезаряжаемся. Странно, что, кстати, не работает. Вроде как должно, но нет. Но нет. Ладно, давайте попробуем здесь. Походить. Добавили вот такие вот кусты. Прикольные. Можно, кстати, их тоже сломать. Пусть разлетятся. Они вот так ломаются. Так у нас ломается телега. Просто. Как и было до этого. Визуальные эффекты. Вот сейчас вы увидите, как будет ломаться стена. Как бы насыпется в виде камня. Бочки так разлетаются. Добавили мотоцикли. Технику до мотоцикла добавили. Кстати, почему-то тут уже кто-то был, скорее всего. Можно наверх подняться. И сундук открыть. Да. Вот так сундуки выглядят. Теперь от них какой-то визуальный тоже эффект таких волн. Так, это мы забрали. Пистолет, пулемет у нас есть. Можно его не брать. Давай-ка мы наверх поднимемся. Попробуем. Каким-нибудь вот здесь вот его сломаем. Визуально, да. Есть изменения, конечно. Но на свече это не так, конечно, будет заметно. Как на ПК, либо же на серии АСС, там серии АСХ, PlayStation 5. Даже, вы видите, вот отражения небольшие есть у этого сундука. Конечно, это не ретрейсинг, как на старших консолях. Но все же, хоть что-то есть. Какие-то отражения присутствуют. Так. Текстуры, видите, они подгружаются. Особенно, когда ты в полете находишься. Ты это все будешь прекрасно замечать. Видите? Какие-то... Почему-то камень ломается по стандарту. Когда ты бьешь по стене, он не по стандарту. Уже по новинке, как вот. На новом движке ломается. Но это только касаемо свеча. На старших, опять же, повторяясь консолях, такого нет. Там все ломается красиво. Так, давай мы лук, может быть, возьмем. Также луки у нас в этом обновлении добавили. Так, что улучшим? Давай, наверное, первое штурмовое. Первый патрон у нас наносит дополнительный урон. Вот эти слейпы добавили. Новые бочки, которые тебе вносливость опять же дают. Ну и броню это тоже. Так, наверное, давай мы вот это откроем. Сундучочек. Маленький с патронами медуз каких-то добавили. Если ты на них прыгнешь, так же тебе даст брони. То есть такие, знаете, визуальные улучшения. Новый движок. Новый транспорт. Миграфон не подтянули на свече. Ну, может быть, моментами где-то становится чуточку получше. Но не сказать, чтобы очень. Но все же, все же. Но если вы будете играть на смартфоне, поверьте мне, у вас на смартфоне будет еще хуже. Давайте мы попробуем прыгнуть. По поводу графики, имею в виду. Так, давай попробуем запрыгнуть. Можно запрыгнуть? Вот, видите. Подпрыгнули. Он вас подтолкнет. Ну и хеллспойнт. И вам пополнить либо же броню. Вроде как только броню он пополняет. Ну, видите, какие подгрузки текстур. Понятно, текстуры сами по себе, деревья, окружение, оно стало лучше. То есть немножечко графонистее, немножечко сочнее. Но не так, чтобы сильно, как это заметно. Опять же, повторяюсь, в который раз на обычных консолях. Ну, на старших. Не на Nintendo Switch. Так, заберем. Так, синенькую мы поднимем. Пусть у нас синяя будет получше. Сундучечек откроем. Обычно с боеприпасами, с патронами. Вот. Касаемо гироскопа. Вот, вводите. Вот, видите, вот. Это прикольно. Это было на Switch'е и до этого. Но, как бы, такая, знаете, фича специально для того, чтобы вам было проще играться. Какое касаемо, кстати, настроек. Давайте я сейчас сразу же в настройки вам зайду. Параметры. Все, что касаемо именно яркости и тому подобное. В общем, экран, графика. Яркость 100. Тут 1х. Отключено. 3 счетчик кадра включен, конечно же. И режим энергосбережения отключен. Все остальное у меня плюс-минус. По стандарту я здесь ничего не трогал. Здесь также ничего не трогал. Вот. Гироскоп у меня включен. Касаемо касаний. Да, мыльно-мыльное, масло-масляное. Здесь тоже у меня все, как бы, стандартный. Ничего не трогал. Также здесь. По стандарту. Ну и звуки. Тут уже под себя сможете настроить. Ну и геймпад расположения. Это касаемо всех настроек, что можно на Switch'е сделать. Никакие здесь повышения FPS. Никакие там режимы графики. Здесь такого нет. И вы не увидите никогда на Switch'е. Так, давай, наверное, взрывник. Да, ну и поехали прокатимся все-таки на мотоцикле. Это у нас нововведение, новая техника. Попробуем прокатиться. Это у нас какой-то, кстати, может быть, синенький. Давай синенький возьмем. Сейчас мы... Как неудобно, ужас. Откроем вот этот вот сундук. Я не понимаю, кстати, почему, раз она не падает, застревает именно там. Ладно, поехали прокатимся. Так, раньше были тоже у нас якобы мотоциклы. Именно квадроциклы. Там также можно было все делать, как и здесь. Вот, смотрите, просадки FPS. До 12 аж просела. Аж до 12. 12 FPS. Ну, да. Здесь что-то поездить, какие-то мощные зарубы и тому подобное вы не устроите. Не устроите, у вас просто-напросто не получится. Нет, у вас получится, но вы не вывезете их никак. Бывает, что просаживается FPS чуть ли не до нуля. Но это зависит, конечно же, от сцены и от нагруженности момента. Класс. 100 тысяч выполнил. Так, давай-ка мы здесь попробуем пострелять по кому-нибудь. Где у нас там? Кто? А где, кстати? Где-то в том моменте. Нужно ехать туда. Ладно, поехали, давайте прокатимся опять. А, здесь что ли? Прямо серьезно? Ты сиди просто. Чего сидел? Ну, возможно, залагало, выкинуло из игры. Давайте мы получше винтовку возьмем, дробевик точнее. Так. Заберем. Что еще здесь? Давай мы сядем. Попробуем назад сдать. Да. Там у нас скар есть тоже. Кстати, можно скар взять. Где стреляет? Кто? Давайте попробуем с гироскопа пострелять. Невозможно тоже с гироскопа пострелять. Видите, момент, когда вас начинают стрелять. Вас начинают стрелять, и у вас начинает просаживаться фпс. Просаживается фпс, у вас управление становится тугое. Становится тугое управление, вам не попасть. То есть, в этом во всем и заключается игра на свече. Даже то, что Unreal Engine 5.1 добавили, ничего лучше не стало. Может стать только хуже. Здесь оптимизации очень-очень мало. Да, ты посмотри, как эти, кстати, в 2-3 фпс передвигаются эти медузы, которые синие. Ладно, ничего страшного. Сейчас еще один бой запустим. Побегаем. Да, видите, деревья стали понасыщеннее, посочнее. Текстуры сами стали, знаете, такие более какие-то объемные, что ли. Свет на них стал падать немножечко по-другому. Это прикольно, да, но от этого нет никакой пользы вообще, абсолютно. На свече самая проблема именно в фпс. Она всегда будет в районе 10-15, ладно, 20 кадров. Но это неиграбельно, абсолютно. В портативном режиме играть нормально. Но когда ты садишься на док, все. Там просто нереально играть. Лично для меня, не знаю, мне почему-то в портативном режиме более удобно, нежели в док-станции. Изображение хоть там и хуже, но кажется, что будто бы там стабильнее фпс. Почему, непонятно. Могли, я думаю, сделать каким-то, знаете, улучшением, поднятием частоты именно процессора, частоты видео, ядра здесь, которая встроена. Я знаю, что здесь мобильное железо. Но могли это сделать, чтобы на... Кстати, что-то можно было сделать. Вибрация какая-то пошла. Чтобы частоты поднимались именно в док-станции. То есть, чтобы и фпс там хотя бы 40-50 был, но нет. Везде он будет 30. Ну и сейчас мы попробуем высадиться и посмотрим, сколько у нас будет фпс. Вот видите, 8. 8 фпс было. Ну, это максимально неиграбельно. Может быть, только задания повыполнять. Побегать, посмотреть карту, пооткрывать карту. Повыполнять какие-то задания обычные, там, собрать, не собрать. Ну, убивать можно, конечно, но это будет очень сложно. Я видел, я видел, да, даже сам топ-1 брал на свече. Как бы, нет ничего сложного в этом. Это просто зависит, конечно же, от противника. Зависит от многих всяких моментов. Но это можно делать, да. Но сложно. Очень сложно, чтобы на свече играть. И уметь играть именно на свече в фортнайт. Это нужно иметь скилл, нервы, ну и усидчивость, конечно же. Потому что без этого никуда. Так, пойдем попробуем забрать сундучок. Вот видите, как это тут все работает. Так, может быть, вот это заберем, да. Пистолетные патроны. Даже бывает, что просто-напросто на ровном месте у вас фпс просаживается. Это очень-очень плохо. Очень плохо. То есть ты стоишь на ровном месте, и у тебя может фпс просесть. Прям практически до нуля. Хотя ты ничего не делал. Там где-нибудь кто-нибудь начинает стрелять вдалеке, у тебя начинает просаживаться фпс. Кто-то там вдалеке что-то делает, где-то проехала машина, начинает просаживаться фпс. Даже в моменты бури, когда, кстати, отражение есть, посмотрите, от солнца. Даже когда в моменты ты попадаешь в бурю, не в центре самой находишься, а именно в буре, когда тебя окружает эта буря, начинает у тебя падать хеллспойнты. И в этот момент у тебя тоже просаживается фпс. То есть, как бы это нет какого-то плюса в этом направлении. Все то же самое. Ну, опять же, плюсы есть. Это визуальность изменилась. Мотоциклы. Прокачка. Луки. Что у нас еще добавилось? Физика. То, что здесь есть ударный молот. С помощью него вы можете тоже по карте прыгать, скакать и удалять им противников. Там 75 хп сносит, ну и откидывает в сторону. Ну и разрушаемость. Сейчас посмотрите, кстати, как елка ломается. То есть, видите, полетели вот эти вот осколки дерева, ну, частицы дерева. И полетел вниз снег. Вот, видите, прикольно. Да, необычно, но не знаю. Здесь на свече ты не ощутишь этот Unreal Engine 5.1. Давайте механический ударный лук получим. Давайте мы полетели. То есть, ну, не знаю. Нет, я думаю, смысла здесь что-то смотреть, высматривать. Да, прикольно. Есть какие-то моменты, какие-то прикольные штучки, но не более. Не более. Здесь про графику нет смысла. Про FPS нет смысла. Просто, опять же повторяюсь, есть оно и есть. Вот и все. Хоть и стало немножечко визуально лучше. Ну-ка, посмотрим, попробуем попасть по нему. Я гидроскоп пытаюсь целиться. Куда он зашел? Вот он зашел. А можно, знаешь, как пробовать его сделать? Можно оттуда его выгнать. Пробуйте выгнать его оттуда. А, вон там стреляются. Погнали попробуем пострелять. Ну, видите, как бы дальность прорисовки. Хотя бы противника видно, но попасть по ним. Попал. Попасть. Это нереально вообще. Я стараюсь с гироскопом попадать. Вот он, кстати. Давай мы попробуем вот так. Полетели. Попробуем в упор с ппхи пострелять. Возможно, что-то и получится. Опять же, возможно. FPS просто в ноль просаживается. Ужас. Еще раз. У меня не брони. Ничего нет. Вообще ничего нет. У меня даже дробовика-то нет. Как бы странно, что он с дробовиком на дробовике с меня не стрелялся. Ах. Иной раз. Кстати. Вот этот гироскоп только мешает. Очень сильно мешает он моментами. Очень сильно. Давай мы вот этот, наверное, вот так вот поменяем. Поменяем, похилимся, постараемся, может быть, выжить. Не выжили. Ха-ха-ха. 55 место. Да, блин. Ну, это... Ну, не знаю. Как бы... По 10-ти бальной шкале я, возможно, поставил бы... Этому обновлению на Nintendo Switch. Именно на Unreal Engine 5.1. Ну, троечку. Троечку бы поставил. Да, немножечко оживило геймплей. Но, блин. Ну, не знаю. Все показалось, что ли, темнее, как-то кажется. Раньше все светлее было. Или это только здесь, на свече. Может быть, это какой-то баг освещения. Опять же. Ну, не знаю. Поиграть можно. Прикольно. Но, опять же, все это сложно. Те же самые FPS. Все те же самые просадки. Визуальные вот эти вот эффекты, конечно, получше стали. Но, блин. Лучше бы сюда завезли FPS. Но такого никогда здесь не будет. Как-то вот так вот работает Fortnite на свече. Да. Визуальные эффекты получше. Освещение странное. Вот эти вот визуальные поломки. Именно разрушаемость. Прикольная. Ну, и все на этом. FPS плох. И, как бы, геймплей из-за этого становится плохим. А так, обновление прикольное. Да. Можно поиграть. Если тебе понравилось данное видео, то можешь подписаться на канал. Оставить свой лайк. Ну, и, конечно же, записать комментарий, что ты думаешь о данной игре. Ну, и, конечно же, о свече, об обновлении. Ну, и вообще. Ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Присоединиться к Discord, подписаться на мой Инстаграм. И вступить в мою группу в Телеграм. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Всем пока.